Любой день может стать интересней, если узнать его историю. Иногда она заставляет задуматься, а иногда просто позволяет улыбнуться. Вот об этом и узнаем прямо сейчас в «Машине времени». Раз уж нас показывают в телевизоре, то с него и начнём. В этот день, ровно 96 лет назад, в эфир вышла первая в мире цветная телепередача. Дело было в Лондоне, и на самом деле, если быть объективным, то передачей это можно было назвать с натяжкой. Зрителям показали миниатюрное изображение, размером примерно с почтовую марку. Оно было очень слабым и мерцающим, к тому же с плохой разрешающей способностью. Тем не менее, для телевещания это был гигантский шаг вперёд. Изобретателем новой системы был шотландский учёный Джон Лоуги Берт. Он первым придумал использовать для передачи изображения радиоволны, а также добился передачи картинки на расстояние 700 метров. 13 августа отмечается Международный день левшей. Не секрет, что люди всегда настороженно и порой враждебно относятся ко всему необычному. А в средневековье доставалось всем. Обладатели огненной шевелюры, веснушек, родинок и других внешних особенностей вместе с левшами считались слугами сатаны и становились жертвами инквизиции. В наше время человечество стало более толерантным, однако леворукой половине всё ещё сложно адаптироваться в обществе. Всё из-за правосторонней социальной направленности. Большинство бытовых приборов, поручни в транспорте, производственные станки на предприятиях и так далее изготовлено под правую руку. Поэтому людям, кто от рождения признан левшой, посвящен этот всемирный праздник. Не секрет, что в Советском Союзе левшей массово переучивали в правшей. Для этого левую руку ребёнка привязывали к стулу, чтобы школьник писал только правой. А вот Пётр Первый запрещал левшам давать показания в суде. Лишь спустя годы учёные выяснили, что леворукость в некоторых случаях передаётся на генетическом уровне. Всего левшей около 5% от населения планеты. Примерно столько же амбидекстеры, то есть люди, хорошо владеющие обеими руками. Однако мастерский рисует, пишет и занимается повседневными делами лишь 1% из амбидекстеров. 13 августа 1939 года Сталин поставил крест на создание Колымского округа. Спустя месяц после его образования и присвоения Магадану официального статуса пришла телеграмма, в которой сообщалось, что товарищи, принявшие решение об организации округа, поступили неправильно и предлагалось эту ошибку исправить. К слову, вождя народов прислушались, однако будущий областной центр сохранили. В октябре 1938 года Дальневосточный край был разделён на Приморский и Хабаровский. В последние входили три северных района – Ольский, Североэвенский и Средниканский. Они находились в сфере деятельности дальстроя, но непосредственно, хотя и формально, были подчинены Хабаровскому краисполкому. В этом статусе районы просуществовали вплоть до момента образования Магаданской области. Противоречить генсеку никто не смел. В итоге был упразднён только образованный округ, а статус города у Магадана остался. Ну а под занавес можно отметить тёплый праздник – День Встреч. Хотя, если быть откровенным, отметить его специально нельзя. Весь смысл праздника в том, чтобы совершенно случайно встретить человека, с которым вы давно не виделись. Это может быть друг детства, первая любовь или бывший одноклассник. Кстати, для вчерашних школьников и студентов август – это завершение вступительной кампании и последние дни отдыха перед новым этапом в жизни. Поэтому День Встреч принято отмечать именно в этом летнем месяце. А меж тем, некоторые психологи уверены, что случайных встреч не существует, и аргумент у них вполне убедительный. Дело в том, что мы встречаем и замечаем только тех, кто уже существует в нашем подсознании. Найти объект любви или дружбы – это в конечном итоге значит обрести его снова. Это закон взаимного притяжения людей, который, кстати, выразил немало известный Зигмунд Фрейд. В любом случае, тебе приятных встреч, а мы увидимся в Машине Времени.